Дождались. Жители дома номер 79 по улице Демьяна Бедного заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды подали одними из первых. На тот момент во дворе не было ни детской площадки, ни даже скамеек. Так что люди решили не упускать свой, возможно, единственный шанс на благоустройство жизненного пространства. Организовали собрание, утвердили пожелания, даже разработали дизайн-проект благоустроенной территории. Он нам встал 10 тысяч рублей, потому что мы поняли, если у нас не будет дизайна, а это основное требование при подаче документа. Здесь мы предусмотрели детскую площадку, хозяйственные площадки, потому что вишала, жители первых этажей все выходят, белье сушат. Вишала для сушки белья, дальше коврочистки. Ну то есть мы решили и разделили это по зонам. Хозяйственную зону, зону отдыха для пожилых людей, но не только пожилых. В зону отдыха любой человек хочет просто где-то приседать, почитать там книжечку. Ну многие. Когда эти зоны есть, обычно они пользуются спросом. Ну вот мы отделили детскую площадку. С горем пополам в программу удалось попасть. Жители с нетерпением ждали начала работ. Подрядная организация появилась во дворе в конце июля. И только тогда собственники поняли, что от того дизайн-проекта в итоговом варианте мало что осталось. Нас пригласили. Я не поняла, с какой целью известили нас. Что у нас будет делать? То есть мы поняли, что наш проект, который мы запретили, его просто перекрестили. Его отложили в сторону и стали разрабатывать свой. Для чего нужно было это делать? Дополнительные деньги и средства разрабатывала его администрация города Ивана. Но особое возмущение жильцов вызвала их новая детская площадка. А точнее ее покрытие. Выложили, вот видите, бордюрным камнем. В нижней части сделали гальку, засыпали. А сверху засыпали, наверное, в 10 сантиметров, я не знаю, очень много песка. В дизайн-проекте мы запроектировали детскую площадку, обязательно резиновое покрытие. Но как это делается во всей Российской Федерации, во всех регионах. Я смотрела не только по Москве, как мне говорят, не равняйтесь. Хотя почему не равняться? Надо равняться на лучшее. Есть в Тульской, Калужской, да везде. Вот если вы от города Иваново отъедете, даже в Ярославской, делается резиновое покрытие. Почему у нас не делается? Вместо современной детской площадки одна большая песочница. Но детям так даже больше нравится. Они бегают по песку, играют с ним. А вот родители восторга малышей не разделяют. Всего за неделю, что площадка стоит здесь в таком виде, она уже превратилась в туалет для бездомных кошек и собак. Жалко, что телевизор не передает камеры эти запахи. Песку только одна неделя, а уже кто-то сюда сходил. Это комфортная среда для животных, но не для детей это точно. Мы приходим каждый день грязные. Обувь можно в стиральной машине стираем, я уже не знаю, сколько надо обувь покупать. Дети маленькие, они играют в песочки, хоп, руки в рот. Или глазки потерли. Здесь и конъюнктивит, и кишечные инфекции. Рады были площадки, но вот погуляли буквально два дня, и у нас уже у ребенка глаза красные, конъюнктивит. Вот пойдем к окулисту. Все покраснело из-за песка, потому что сплошной песок везде. Потер глаза, и все, мы на больничный собираемся, так сказать. Под слоем песка помимо фекалий животных могут скрываться и другие неожиданности. Например, окурок, брошенный случайным прохожим. Или что похуже. Это небезопасно с точки зрения, мы не видим осколков, окурков, каких-то камней. То есть ребенок, когда падает, он просто не подозревает, что в этом песке находится. Это раз. Во-вторых, я хотела выдавить претензии именно к выполнению работ. То есть песок, песком, но, например, вот эта дорожка по плану, это должен быть утрамбованный щебень с грунтом. Здесь только щебень, о грунте никакой речи не идет. И на уровне земли. То есть, если ребенок здесь упадет, он расшибет себе коленки. На наш запрос городской администрации официального ответа пока не дали. Но по информации жильцов, благоустройство их двора обойдется примерно в 600 тысяч рублей. Люди надеются, что работы еще не завершены. И в нынешнем виде площадка и дорожка к ней не останутся. А ирония ситуации в том, что во дворе установили умную песочницу, закрывающуюся от животных. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...